В Тверской области работают предприятия, на которых разрабатывают и производят оборудование для геологических исследований и по переработке твердых коммунальных отходов. 28 июля во время рабочей поездки в Тверскую область министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин совместно с главой региона Игорем Рудений посетили ведущие производства в этой сфере в Кимрах и Твери. В областной столице это научно-производственная организация «Энергия» и «Экомашгрупп». Об итогах встречи расскажет наш корреспондент Натали Чекет. В Твери на улице индустриальная компания «Энергия» занимается проектированием и созданием оборудования для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей промышленности. На производстве организован полный цикл от чертежей на бумаге до готового продукта. Флагманом производственной линейки является импульсный генератор нейтронов. Его применяют, например, для исследований нефтегазовых скважин и для наземных систем определения опасных веществ. Глава региона и министр рассмотрели производственные цеха, образцы продукции, выпускаемые компанией. Пообщались с сотрудниками предприятия. Посетили геофизическое оборудование, где изготавливается, занимаются гидроразрывами пластов оборудования производства. Также высокотехнологичное производство. Понятно, что в России таких, наверное, единицы компаний. Следующим пунктом посещения министра и главы региона стало производство, но уже в другой сфере – переработки мусора. В компании «Экомашгрупп» производят уникальную для России технику по утилизации отходов. Компания выпускает автоматически и ручные мусоросортировочные комплексы, контейнерные системы для различных материалов. Нам такие заводы нужны. И чем глубже мы будем перерабатывать наш мусор, уже выходя в бионику и ее раскладывая на какие-то полезные фракции, будь то в виде удобрений для нашей страны или экспорта за рубеж, у меня вообще мечта, чтобы мы еще экспортировали то, что произведем из нашего мусора переработанного. В рамках программы импортозамещения на предприятиях производят еще элементы для всех видов оборудования, которые используются в процессе работы с твердыми коммунальными отходами. Это специфическое оборудование для сортировки и подготовки к сортировке материалов. Это барабанный грохот, это разрыватель пакетов. Наша работа по локализации импортозамещения сводится не только к тому, что скопировать какой-то вид оборудования, а самая основная задача – сделать его лучше и приспособлен для наших отходов. За время работы, начиная с 2012 года, в компании смогли локализовать более пяти единиц сложного оборудования и поставить производство на поток. А техника, которая производится в Твери, куда дешевле, в отличие от европейских аналогов, и поставляется во все уголки нашей страны. Помимо этого, на Экомашгрупп не просто собирают оборудование, а строят с нуля мусороперерабатывающие предприятия, где специалисты компании могут дистанционно из Твери управлять всеми процессами по переработке мусора в любом уголке России. Но это не только система управления комплексом, это еще и система наблюдения и контроля за комплексом. Получается следующим образом. То есть мы можем делать любое выносное рабочее место в любом уголоке, он будет видеть все параметры. Отметим, что в этот же день глава ведомства и губернатор осмотрели с борта вертолета бывшие свалки, которые вошли в программу рекультивации. В рамках нацпроекта «Экология» в Тверской области запланировано создать экотехнопарк в Калининском районе, комплекс по переработке отходов и 32 мусороперезагрузочных станции. Уже к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, а на утилизацию до 58% от общего объема ТКО. Когда мы посещали уже закрытые полигоны, свалки, когда посещали предприятия, мы понимаем, что мы участвуем в двух форматах в проекте. Это как территория, которая организует реализацию национального проекта, экологическая реформа, о чем сказал министр. И второе, как территория, которая создает архитектуру и механику процесса по обращению с твердыми коммунальными бытовыми отходами. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин особо отметил успехи предприятий Верхневолжья, которые производят качественную и востребованную во многих регионах страны продукцию. А благодаря рекультивации свалок планируется улучшить качество жизни около 600 тысяч жителей Тверской области. Работы предусмотрены на объектах в Кимрах, Нелидово, 13-м километре Беженского шоссе под Тверью.